Всем привет! Сегодня будем продолжать доделывать теплицу, потому что осталось всего два дня. Как сказать, условно говоря, погожих, потому что погода просто отвратительная. Около 12 градусов и ураганный ветер дует, а послезавтра начнутся на неделю дожди. И температура вообще 10 градусов, поэтому вот есть два дня, чтобы полностью это все доделать. Сегодня будем красить, но предварительно я еще ее не прикрепил к фундаменту. О том, как я это делаю, сейчас расскажу подробно. Изначально я сейчас просверлил в фундаменте перфоратором отверстие под дюбель гвозди пластиковые. А вот, вот под такие гвозди. Это под М8 гвоздь, толстый у него саморез. И подготовил вот такие вот обрезочки трубы. Здесь одно отверстие раззинкованное на большой диаметр, а второе маленькое. И сейчас эти штуки буду прикручивать к фундаменту и затем уже приваривать саму теплицу именно вот к этим бабышкам. На самом деле можно использовать и другой способ крепления, тот, который я применял в предыдущей теплице. Это рассверливается большое отверстие, десятка там или двенадцатый. И уже восьмая арматура сажается на бетон и приваривается непосредственно к каркасу. Но этот способ на дюбель гвозди мне показался более быстрым. И вряд ли он более надежный, но он более удобный, потому что бабышки приварил и все. И они никуда уже не денутся. Главное обеспечить смещение именно параллельно грунту, потому что опрокинуть при таком способе крепления теплицу эту ветром уже, конечно, невозможно. Дальше наступает самый веселый момент всей этой манипуляции с постройкой теплицы. Это покраска, потому что очень много перекрестий, очень много мелких деталей. И все это надо прокрасить с каждой стороны, плюс еще к тому же это все надо делать с лестницы, крышу. Поэтому я сейчас крашу на лестнице все это коньки, крыши, а Юля красит внизу. Кто-то предлагал сначала варить это все на землю, сначала красить это все на земле, а потом уже приваривать. Но это тоже не очень удобно. На земле это на самом деле, мягко говоря, тоже раскладывает еще то удовольствие. Где-то надо, чтобы трава не попадала, чтобы мусор не залипал, чтобы потом еще это частично надо сошлифовывать или не докрашивать, чтобы можно было проварить, а потом опять это подкрашивать. Поэтому, наверное, все-таки этот способ более удобен. Уже покрасить готовое изделие, когда оно закреплено, не шатается, никуда его не надо таскать. Ну, это долго, целый день у нас это все заняло. С утра и до самого позднего вечера мы красили, красили, красили. Ну, красили эмалью быстросохнущей, поэтому успевали прокрашивать сразу на два раза. Пока сохла одна часть, красили другую, и потом снова возвращались к предыдущей. Поэтому все было так долго, но зато надежно. Покраска предыдущей теплицы тоже принесла нам немало счастливых часов. Здесь еще в этот раз я заведомо вчера, относительно этого дня, обезжиривал всю эту конструкцию сольвентом. Ну, насколько получалось, потому что тоже очень много перекрестий всяких и очень большой расход сольвента. Но надеюсь, что теперь это будет лучше. Также я предварительно всю конструкцию просверливаю перед тем, как прикладывать листы поликарбоната. Это делается для того, чтобы стружка, которая образуется во время сверления, не попадала под лист. Потому что она там ржавеет, желтеет, и эти желтые пятна уже оттуда никак не убрать. Она прикипает к самой краске и к самой конструкции. Мне очень повезло, что в этот день фактически не было никакого ветра. Это один-единственный день, наверное, уже за последний месяц, когда не было ветра. И спокойно можно было работать, прикручивая листы, одному даже затаскивать на крышу, чтобы они никуда не улетали. Единственное, что я все листы подрезал, потому что они 2,10. И если их не подрезать, поскольку шаг стойки у меня ровно метр, то получается 2 метра и 10 сантиметров. Оно большого нахлеста, который висит в воздухе, из-за него в него постоянно попадает вода. И там оттуда уже идет процесс образования этих водорослей зеленых. Это все зеленеет и мутнеет. И чтобы этого не происходило, лучше, конечно, подрезать, чтобы стык был не такой большой. Как раз он приходится на профильную трубу, где-то 2 сантиметра, и все. Его и не видно как такового этого стыка, и там меньше туда попадает вода во время дождя. Вот он, этот последний лист. Тоже очень многое заняло времени. Целый-целый день. Но оно того стоила, работа, потому что на следующий день начались дожди. Если бы я сегодня это не доделал, то потом это сделать было бы намного сложнее. Сейчас наступил следующий день. Это полседьмого утра. Решили доделать гряды, потому что после обеда как раз обещали, что погода испортится. И хотелось и мне. Я планировал ехать делать гараж, который я уже говорил, шабашку. И поэтому, чтобы мне успеть до дождя, там надо было производить сварочные работы. Мы это решили все сделать пораньше с утра. И, собственно, мы успели это сделать. Гряды получились такие же, как обычно. Использовал я доску 50 на 100. Она вся была пропитана и обработана антисептиком. Теплица казалась, на самом деле, изначально, что после того, как я столько раз прошел по этой земле, то копать ее будет невозможно. Но, на самом деле, она легко копается. Просто руками. Не надо даже использовать ногу. Может быть, конечно, это просто дело привычки. Но никаких сложностей не возникло с тем, чтобы это все перекопать. Доски креплю на коле и прикручиваю саморезом. Ничего с ними не случается. В прошлой теплице точно так же сделано. Только коле там были сделаны еще более тонкие. Здесь целая доска 25 на 100 используется. А там вообще, по-моему, рейка 20 на 20. Ничего не выдавливает. Ну, в теплице обычно ничего не выдавливает. Снеговой нагрузки особой нет. Нечему раздавливать это все. Серединная грядка, она обычная. Просто как сделана у нас на улице. Лежит. Серединная, кстати, самая сложная. Много надо было ее подкапывать, чтобы она, наконец, встала как можно ровнее. Ну что, наконец, теплица уже готова. Получается, позавчера мы закончили саму теплицу. Вчера с утра грядки доделали. И Юля уже здесь что-то посадила. Но об этом она потом сама расскажет. Осталось по мелочи. Как в той теплице застелить укрытым материалом и засыпать камушками. Сделать веревку, чтобы открывать можно было окно сверху. И тут докрасить еще на некоторых местах. Упоры не докрашены, потому что упоры я прикручивал уже потом. А так в целом все. А, ну да, еще одной ручки не хватило. Два шпингалета и одну ручку только удалось купить на дверь. Поэтому надо еще одну белую найти и будет прикрутить. И все, и теплица точно такая же, как предыдущая. Только из металла, из другого. Более тонкого. Ну, потому что, сами понимаете, металл существенно подорожал по сравнению с прошлым годом. Ну и плюс доставка этого металла из другого районного центра намного дороже, чем было отсюда привезти. А так в целом прочность, я думаю, точно такая же. Ничего не шевелится, ничего не трясется. Все надежно. А, кстати, чуть не забыл. Еще не пока люди спрашивают, именно из каких труб в этом году делал. Если в прошлом году вся теплица была сварена из труб 30 на 30 и 1,5 мм толщиной сталь. То есть здесь опять 1,5 мм толщиной сталь, но трубы 20 на 20 чередуются с трубами 20 на 40. То есть для всех обвязок, для перемычек, везде, где нагруженные места, там труба 20 на 40 идет. Везде, где можно разгрузить и использовать металл поменьше, там 20 на 20. И просверловка саморезы под гипсокартон, нет, не гипсокартон, аж поликарбонат, они на 19. То есть с одной стороны дыркой сквозную ни в коем случае сверлить нельзя, иначе слишком ослабнет. Потому что 5,5 саморез, он слишком большую дырку делает. Поэтому только с одной стороны аккуратненько прикрутили и все. Так что надеюсь... А, и размер этой теплицы 3 на 6 метра. Вот честно, не помню я, сколько металла на нее. По-моему, 110 метров всего или 115 метров всего труб мне понадобилось, чтобы всю эту конструкцию сварить. Это вообще без остатков, кое-где пришлось даже стыковать, чтобы точно все хватило. Ну вот теперь уже, наверное, точно всем пока-пока.